привет друзья мои сейчас расскажу как у нас обстоят дела мы почти месяц уже на карантине значит за этот месяц мы ни разу не выходили в магазин я вам уже рассказывала что один раз мы поехали там была большая очередь мы не стали рисковать заказали по интернету у нас наш магазин делает доставки на дом мы ждали целую неделю этот заказ но все-таки он пришел мы обрадовались потому что не надо идти в магазин не надо рисковать потому что сейчас самое рисковое место самое можно сказать опасное это посещение магазина вот после этого мы прошло тоже неделю или даже 10 дней мы заказали уже в другом магазине который находится от нас подальше но он относится к нашему к нашему району мы туда поехать не можем потому что это далековато это супермаркет но они могут к нам приезжать вот это мы сначала не знали и заказали в нашем маленьком магазинчике там не все было в том большом супермаркете есть почти все продукты которые нам нужны и вот мы заказали и вчера нам привезли уже оттуда оттуда заказ выполнили быстрее из нашего магазина мы ждали неделю и даже по моему восемь дней оттуда на третий день привезли вот это отлично потому что туда мы попасть не можем в тот большой супермаркет и очень хорошо сделали что они могут к нам приезжать потом дальше подключу видео как мы получили эти наши заказы сейчас отвечу на один вопрос тут мне женщина задавала хотя мне задавали конечно много вопросов но я не всегда могу на все ответить мне не хочется слишком много вникать в это все потому что это очень тяжело я вам скажу это не так-то легко без конца погружаться в эту тему вы все меня поняли потому что вам тоже наверное это все нелегко вот меня меня женщина прямо сегодня спросила правда ли что у нас по 700 800 умерших от этого коронавируса в день и правда ли что люди уже голодают умерших даже больше пару дней доходило почти до тысяч в общем там было немножко меньше это правда к сожалению новости не очень утешительные не очень хорошие итальянские сми освещают все правильно все как есть здесь ничего не скрывают и они не преувеличивают а я порой иногда думаю что они даже преуменьшают почему у меня возникло такое мнение потому что от наших соседей здесь от соседней улице но эта улица видна с нашей террасы оттуда отъезжала две скорые и карабинеры как вы думаете почему потом промчались еще две скорые но они уже мчались оттуда откуда-то не от нашего не от нашей этой улочки откуда-то дальше но мчались на так я хотела вам заснять но не смогла они мчались просто как пули какие-то с сиренами с карабинерами пролетели тоже две скорые но я посмотрела что в официальных данных их нет может быть эти люди не были больны коронавирусом дай бог в официальных данных в нашем городке вроде бы нет никого не знаю не могу быть уверена на сто процентов дай бог чтобы так и было потому что мы очень боимся переживаем так же как и все люди советую всем перейти от стадии отрицания к стадии принятия перестаньте отрицать что этот вирус есть перестаньте отрицать то что вещаются всего мира со всех стран что происходит это никакой не заговор не договор не ищите виноватых просто примите эту ситуацию как она есть и примите меры безопасности для вас и для вашей семьи вот что нужно сейчас делать не надо искать и лезть в какие-то дебри кто заговорил это вы кто договорился откуда появился вирус какая вам сейчас именно разница для сохранения вашего здоровья и для здоровья вашей семьи какая вам разница кто договорился и где договорился вы должны четко соблюдать правила безопасности вы должны мыть руки не шлятся по улицам без дела не ходите к своим друзьям к родственникам без этого сейчас можно обойтись только если у вас какие то есть родственники может быть пожилые они не могут выйти купите им то что нужно оставьте под дверью продезинфицируйте этот пакет лучше всего носить с собой или салфетки дезинфицирующие или спрей побрызгайте сверху пакетик оставьте у дверей и скажите что я принесла покупку выходите вот так надо делать не обниматься не целоваться не не приближаться особенно вот к пожилым к родителям к вашим но даже я вижу сейчас этот вирус косит и молодых тоже он как-то мутировал и поэтому ему его переносят тяжело даже не только старики но и молодежь тоже но вы это все уже знаете наверное призываю вас оставаться дома соблюдать карантин дома вы можете разглагольствовать сочинять придумывать всякий бред верить в него но только оставайтесь дома и соблюдайте правила безопасности хотя я не советую этот эти бред не передавать в общее доступное пространство чтобы не путать людей и не заводить их в тупик потому что люди все должны сейчас объединиться дружно именно соблюдать правила безопасности вот соблюдать карантин если мы все это сделаем быстро все как один то быстрее прекратится весь этот ужас быстрее прекратится вся эта эпидемия пандемия все эти смерти все эти переполненные больницы все это постепенно конечно прекратится вирус очень заразный вот спрашивают почему у нас карантин и все продолжается потому что многие люди не знают что они больны и они продолжают заражать даже свои семьи например и вот поэтому продолжается но есть радостная новость что карантин дает свои результаты все таки сейчас у нас быстрый стремительный сумасшедший рост зараженных прекратился сейчас это идет на спад потихоньку хотя никто не уверен дошли мы до до пика до какого-то плато или что будет следующий день тоже никто не знает потому что ситуация меняется каждый день каждый час у нас происходит обновление данных в 6 часов вечера мы иногда со страхом ждем и когда видим хоть на 100 человек меньше заразилась хоть на хоть на несколько человек меньше умерла чем вчера и это этому уже мы рады очень в общем вот так такие делишки мы лично слава богу пока вроде бы не болеем но мы стараемся не выходить вот единственное куда мы выходим на наши балкон и террасы и у нас есть придомовая территория наш дворик возле нашего дома вот иногда мы выходим но именно так чтобы не встретить наших соседей не дай бог все равно в маске выходим потому что вирус может висеть в воздухе какое-то время но про руки вы тоже все знаете что можно прикоснуться к чему так к чему прикоснулся зараженной и можно заразиться прикоснувшись к своему лицу к носу к глазам к рту даже к волосам потом с волос в общем это уже много роликов есть на эту тему как происходит заражение потому что многие удивляются вроде бы возле меня никто не чихал никто не кашлял почему кто-то заразился понимаете потому что вирус живет на предметах на поверхностях какое-то время и люди вот так незаметно и заражаются еще потому у нас здесь много еще есть как продолжается заражение потому что кто-то в семьях например и заболел и за ним ухаживают вот потом семья заражается поэтому и еще не всех госпитализируют же потому что нет мест в больницах вот тоже эта проблема в общем я думаю если будет карантин строгий продолжаться все равно все пойдет на спад не шутите с этим а вот еще женщина меня спросила правда ли что голодают в новостях передали что на юге италии были такие случаи что люди приходили в магазин набирали продукты и когда платить они говорили у нас нет денег чтобы заплатить из-за этого начали происходить стычки как бы скандалы такие и сейчас правительство решила выделить для таких регионов которые не справляются с ситуацией для них выделены ну я не знаю как бы это талоны сказать или карточки какие то вот у нас этого пока нет слава богу поэтому вот им выделили что они могут набирать продукты для семьи именно по вот этим талон ну можно так сказать все талон как таковой ситуации напряженной именно с продуктами что не хватает всем продуктов такого нет вот я видела что мы заказали все что мы заказали все нам привезли значит и никакого дефицита особого нет у нас знаете что пропало из продажи сначала дрожжи потому что люди которые попадают в карантин они же не будут выходить каждый день за булкой хлеба правильно и даже если они возьмут там немножко хлеба все равно он потом закончится и люди стараются печь дома хлеб пиццу и поэтому исчезла сначала мука и потом дрожжи но мука еще была мука а вот дрожжи исчезли это точно но нам привезли дрожжи вы знаете 300 грамм дрожжей привезли правда они были не запечатаны как кубики раньше они были в лоточке но и ничего я их распределила по 20 грамм замотала в пластик заморозила и все теперь мы обеспечены даже дрожжами но если не было дрожжей можно было делать какие-то лепешки на кефире например они тоже хорошие или типа лаваш тоже без дрожжей делается тоненькая лепешечка в общем надо находить как-то выход какой-то именно для того чтобы не выходить лишний раз из дома и не подвергать себя и свою семью опасности вот это наша основная задача сейчас пускаться в дебри кто откуда что произошло зачем тратить на это энергию лучше вы ее потратьте на что-то хорошее посмотрите хороший фильм для души займитесь музыкой рисованием вяжите танцуйте занимайтесь гимнастикой рисуйте шеете что-то даже шить маски для семьи например тоже неплохое занятие у нас маски по моему сказали что уже должны быть в магазинах но вот в этом магазине в котором мы заказывали их еще не было но я вам скажу у нас регион здесь более менее спокойный и может быть поэтому маски еще до нас не дошли но мы так особо никуда не выходим возле дома выйти мы можем выйти в наших простеньких масочках сейчас покажу дальше зарисовку с нашего двора и как мы получили эти две посылки за этот месяц почти держитесь не унывайте если мы будем все соблюдать правила то это все постепенно пройдет не надо заниматься какой-то бравадой что ничего нету вот я пойду я буду ходить это этого делать я вам не советую мы очень насчет этого добросовестны мы строго все соблюдаем да вы знаете даже если куда-то ты пойдешь как-то не по себе уже ты идешь один и вдруг эта машина едет с карабинером и как-то даже неприятно хорошо что возле нашего домика есть маленький дворик вот туда можно выходить можно выходить у нас есть гараж я уже говорил альфредом будет потеплее будем выходить в наш гараж там что-нибудь убираться потихоньку и посидим немножко возле гаража чтобы получить солнышко чтобы получить витамин d будем открывать окна будем выходить на балкон вот так как-то будем спасаться ну а что делать надо приспосабливаться в общем ситуация такая на сегодня мы иногда выходим из нашей квартиры вот наш дом здесь и это наш дворик и я видела что соседи тоже выходят но мы как-то выходим по очереди чтобы не встречаться с другими соседями вот когда у них обед сейчас мы вышли кто-то выходит утром рано и делаем вот так по своему дворику несколько кругов вот так туда-сюда именно вокруг дома просто в нашем собственном дворе вот здесь солнышко так выходим примерно минут на двадцать иногда возимся в нашем гараже вот там наш гараж под домом у нас гаражи почти у всех под домом но никто не выходит вместе вот я наших соседей не видела уже давно но видела из окна что кое-кто выходит иногда сейчас покажу вам мак вон он мак и ромашки как красиво можно сказать конец города здесь уже начинаются сплошные поля холмы которые мы видим всегда из окна вон они здесь как бы питомник в общем здесь разводят деревья на продажу оливковые в основном но разные фруктовые вот сейчас они тут выкопали все именно вот здесь вот вот эта земля здесь всегда сплошь вот такие деревья обычно потом они выкапывают и увозят на продажу и потом сажают другие вот там тоже поля с овощами немножко подышим немножко на солнышко лицо подставим и все и обратно домой и вот здесь за забором частный дом у нас дома вот несколько квартир здесь вообще частно все вот наша калитка дальше выходить нельзя только если какая-то особая надобность со специальной бумагой а а именно под домом мы конечно выходим когда хорошая погода естественно вот здесь смотрите у нас елка она у нас здесь на углу но они она не относится к нашему дома именно вот к этому частному дому и здесь шишки на елке вон там наверху здесь у нас при входе такая пальма в кадушке и вот дверь ходим сюда вот я я еще сделаю два круга альфреда уже пошел домой говорит у него спина что-то заболела я еще туда-сюда сейчас пройдусь и тоже забегу домой потому что может быть кто-то из соседей хочет выйти и боится меня кто знает точно так же как мы боимся других вот ящерица греется на солнышке и дает ее немножко поснимать смотрит на меня вестибюль у нас видите зонты оставляют здесь потому что по примете нельзя зонты заносить в дом мокрые вот они здесь оставляют тут цветок у нас и все нет лестницы здесь тоже цветы здесь лестница на второй этаж и все и вот вид такой вид вот я только что там внизу было сегодня нам наконец-то привезли заказ наш мы ждали целую неделю заказали много чтобы уже хотя бы пол месяца три недели не волноваться о продуктах мы сейчас очень мало едим от этого расстройства почти нет аппетита но поддерживаем друг друга и просто надо есть ну что делать вот мы заказали значит все вот эту кучу все разгрузили здесь у входа вот естественно мы разгружали в перчатках одноразовых их выбросили здесь в бутылочки я смешала уже муки ну с водичкой как положено как пишет в инструкции и сначала я всю эту кучку обрызгиваю вот этой мукиной потому что здесь все в упаковках пластиковых и это все постоит но минут двадцать может самукиной там пишет минут двадцать надо держать 15 и потом буду каждый продукт что можно промою что мы что нельзя мыть оботру и мы сегодня выходили чтобы опять получить наш заказ в общем за четыре недели карантина мы делали два раза заказ первый раз ждали неделю а второй раз вот на третий день привезли и и вот я это все обрызгала сейчас дезинфицирующим раствором оставляю минут на 30 потом одеваю перчатки и начинаю все распаковывать все что можно тоже сбрызгивать амукиной или протирать спиртом или мыть мылом в общем вот так можно дезинфицировать или так или так или так что можно вот такая наша жизнь сейчас и чем быстрее люди поймут что эта ситуация опасная чем быстрее они изолируются друг от друга тем быстрее пройдет ведь весь этот ужас а те люди которые не верят говорят что нет вируса все ерунда все инсценировки вот эти люди наиболее опасные потому что они не соблюдают правила безопасности и других призывают к этому они беспечны безответственны и поэтому весь этот ужас продолжается до сих пор и мы проверяем последние данные сегодня вот было обновление в 6 часов вечера 3 апреля вот в италии зараженных видите какая цифра сто девятнадцать тысяч восемьсот двадцать семь все перевела вам на русский язык можно менять языки итальянский русский немецкий как вы хотите а также приводится статистика в италии в европе в мире умерли вылечились в общем карты есть симптомы возраст пол и сравнение регионов я смотрю по италии сегодня но когда хочу смотрю и по другим странам вот зараженные в италии сто девятнадцать видите тысяч восемьсот двадцать семь активные дела это прямо сейчас именно болеют восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят восемь а эта цифра от начала кто-то из них уже умер кто-то выздоровел а именно сейчас вот эта цифра в тяжелом положении вот вот такая цифра здесь умерли 14 681 вылечились видите вот эта цифра особенно радует потому что она растет по сравнению с умершими раньше было здесь чуть чуть меньше потом чуть чуть больше а сейчас все больше и больше вылечившихся и это регионы у нас 20 регионов пострадали и провинции ниже здесь есть карта интерактивная на нее можно кликать и можно увеличивать смотреть по городам вот было обновление 4585 новых заболевших вчера было больше вы видите позавчера больше значит идет на уменьшение вот один день было меньше 31 марта потом больше потом опять меньше видите как меняется все умирающих еще очень много видите сегодня умерло 766 вчера 760 727 позавчера вот вот эти были большие цифры а еще там дальше ниже какие были страшные еще цифры 900 но тут уже было поменьше вот один день было очень страшно вообще вот я вам оставлю ссылку на этот сайт в мире вот в мире сколько зараженных сегодня видите было обновление гляньте во всем мире с начала этой всей катавасии зараженных уже больше миллиона вставляете это просто кошмар какой-то вот это умершие и вот это выздоровевшие по всему миру вы можете пройти и посмотреть все что вас интересует по каждой стране переключайте языки и смотрите и тогда вам не придется спрашивать каких-то блогеров там какие-то вопросы странные задавать тут все четко конкретно он америка сегодня вообще кошмар смотрите куда она прыгнула потом идет италия испания тоже не отстает смотрите приближается германия тоже ой боже боже китай оказался в не ниже нас всех но мне кажется что они привирают потому что по-моему они немножко занижают данные ну кто знает в общем вот такая ситуация оставляю вам ссылку на этот сайт